Я сейчас иду, буду жарить мясо на мангаре, я иду. Короче говоря, шашлыки. При поддержке группы Вайн Видео. Сегодня с балкона я услышал запах шашлыка. У меня подкосились ноги. Я вынюхал абсолютно весь запах, что попал к нам в квартиру. Когда он закончился, сказал Насте, что срочно хочу на шашлыки. Она сказала, что это хорошая идея. А когда это у меня были плохие идеи? Ну, не считая того случая с хомяком и блендером. Я предложил долго не тянуть и тупо пожарить их на балконе. Настя сказала, что это не прикольно. Нужна атмосферность, друзья, природка и всё такое. Короче, мы решили, что едем на природу. Сразу прикинули, кого можем взять с собой. Друзей у нас и так было немного, а нормальных и того меньше. Создали чат. В общем, получилось человек 10. В чате все были только за шашлыки. И только Шурик, как всегда, ныл и говорил, что ничего у нас не получится. Начали думать, куда поедем. Первых полчаса обсуждение было интересным. Все кидали предложения. Игорь кидал мемчики. Ксюша кидала статьи про опасных клещей. Шурик, как всегда, ныл, что у нас ничего не получится. На Шурика начали орать. Но когда наше обсуждение затянулось на 4 дня, я понял, что Шурик не такой тупой. К этому времени в чате осталось 5 человек. Мы все собрались у нас в квартире. Это были мы с Настей, Шурик, Влад и Жора. Тот ещё сброд. Но делать нечего. Начали думать, сколько брать мяса, воды, еды, дров и так далее. С горем пополам составили список продуктов. Тут началась самая мерзкая. Влад сказал, что мы записали слишком много лука. Нам столько не нужно. Жора сказал, что он не хочет говядину. Настя начала ныть, что хочет больше помидорок. Шурик тупо называл всех идиотами. Ну а я был готов надавать по мордасам всем в этой комнате. Все были злые, как твари. Когда дело дошло до выбора транспорта, я понял, что сейчас точно будет замес. Тому в электричке душно, того в маршрутке укачивают. Понабирали каких-то друзей по объявлению. Не знаю как, но вроде бы договорились. Я даже не верил. Решили выдвигаться через час. Настроение поднялось. Все были в предвкушении шашлычка. Настя достала гитару, накачали волейбольный мяч. Всё было как в старые добрые времена. Я даже перестал считать этих людей идиотами. Но Жоре позвонили из дома. Он сказал, что не может ехать. У него рожает кошка. Мы сначала подумали, что это шутка. Но он начал собираться домой. С каких это пор он стал кошачьим акушером, я не знаю. Но Влад сказал, что вчетвером это будет как-то скучно. Так что он, наверное, тоже пас. У меня перекосилось лицо. Шурик понял, к чему всё это катится. Поэтому матом выразил всем благодарность и поудалял всех из друзей. Я сказал, что больше не хочу общаться с этими людьми. И молча пошёл жарить шашлык на балкон. Короче говоря, шашлыки. Друзья, если понравился ролик, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!